МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С хроникой городских происшествий в эфир выходит программа «Сканер» в студии Максим Ивановский. И сегодня вы увидите... Ночь КПП «Труп». Тело убитой женщины нашли прохожие на улице Текстильной. Убийств стало меньше. Полицейские озвучили итоги своей работы за три месяца. Будь внимателен! Национальный антитеррористический комитет призывает к бдительности. Два трупа найдены в городе Свободный. Тела обнаружили в одном из гаражных массивов. В следственном управлении сообщили, что сейчас проводится проверка. Выясняются причины смерти и обстоятельства происшествия. А в Благовещенске на улице Текстильной был найден труп женщины. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Вчера около 9 часов вечера на улице, возле одного из домов, расположенных по улице Текстильной, было обнаружено тело 31-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту, следственным отделом по городу Благовещенску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного на части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время следователи и сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства произошедшего. Стали известны подробности экстрадиции из Китая в Россию. Буквально перед 1 мая мужчину в сопровождении сотрудников привезли из Хэйхэ в Благовещенск. Оказалось, что он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В марте 2013 года между обвиняемым и его знакомым произошла драка, в результате которой мужчина причинил последнему телесные повреждения. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России Благовещенский по данному факту возбуждено уголовное дело. После того, как 28-летний благовещенец скрылся от уголовного преследования за границей, он был объявлен в международный розыск. Обвинение в совершении преступления предъявлено ему заочно. В конце лета прошлого года мужчину задержали в Хэйхэ китайские полицейские. И вот все бумаги были подписаны и гражданина экстрадировали в Россию. В Благовещенске его сразу же поместили в СИЗО. И еще немного о работе органов внутренних дел. В ОМВД подвели трехмесячные итоги работы. Цифры знает Марина Евсеева. Почти 5000 преступлений за три месяца, чуть больше 2000 злодеев установлены полицейские. Каждый квартал подводят свои итоги, чтобы понять, по каким статьям преступность падает, а по каким растет. Значительно возросла регистрация мошенничеств. Со 113 до 373 или на 230 процентов. Наряду с этим следует отметить сокращение числа совершенных убийств, покушений на убийств на почти 18 процентов, разбойных нападений на 35 процентов, а также преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия на 12,5 процентов. Больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стало и грабежей. На 2 процента увеличилось число угонов автомобилей почти на 70 процентов и краж транспортных средств на 26. А вот цифра умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований держится стабильно. На прошлогоднем уровне. Что же касается статистики дорожных полицейских, то у них наблюдается снижение. Несколько стабилизировалась обстановка на дорогах области. При общем снижении на 4 процента количество дорожно-транспортных происшествий, на 20 процентов снижена смертность, на 2,5 процента снижен травматизм. Детский травматизм на дорогах немного вырос. Если в прошлом году с января по март в авариях пострадали 22 ребенка, то в этом году 26. А вот что хорошо, так это то, что в ДТП с участием несовершеннолетних с начала года не погиб ни один ребенок. Марина Евсеева, Кирилл Захаров, программа «Сканер». 303 нарушения правил дорожного движения оформили автоинспекторы накануне. В пьяном виде были задержаны 6 водителей. За превышение скорости оштрафованы 66 автомобилистов, а за непристегнутый ремень безопасности 26. В первый рабочий день после майских праздников произошли 25 аварий. О некоторых ДТП расскажем подробнее. ДТП «Сканер». У всех ушибы и сотрясение мозга. Аналогичная причина, но последствия не так плачевны, как в предыдущем ДТП. На пересечении улиц Конная-Театральная столкнулись водители Тойоты и Хенде. Рулевой Крауна поворачивал налево, шофер Аванты двигался прямо. По предварительным данным, водитель корейского авто был чуточку неправ, ибо поспешил. Так как автомобилист из японского авто завершал маневр уже на красный свет. На пересечении Октябрьской и Театральной водитель внедорожника автобуса подбил. Изначально автомобилисты двигались параллельно друг к другу. Шофер маршрутного был в правом ряду, а рулевой Бигхорна в среднем. И тут водитель Исудзу решил, что ему необходимо повернуть направо. Как видно, занимать соответствующее положение на дороге он заранее не стал. Просто преградил дорогу автобусу. Будьте внимательны не только на дорогах, но и в жизни. Национальный антитеррористический комитет предупреждает. Будьте бдительны. От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких. Ну а я в свою очередь добавлю, если вы становитесь свидетелем каких-либо происшествий, не забудьте вызвать сканер. Наш телефон работает круглосуточно и не меняется. Ну а на сегодня это все. Помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках.